Воровство наносит ущерб имуществу Всевышний Аллах предписал отсечение в качестве наказания за порчу имущества, которое не защитить, поскольку от вора невозможно защитить имущество, потому что он крадет его тайно, проделывая дыры в стенах и перелезая через заборы, вместо того, чтобы войти через ворота или двери В этом он подобен кошке или змее, которые заходят к тебе без твоего ведома Ущерб, причиняемый им, не таков, чтобы казнить за него Обичевание слишком мягкое наказание для вора, поскольку оно не способно удержать от этого преступления Поэтому наилучшим вариантом в данном случае является лишение вора того инструмента, которым он совершает кражи Обичевание было предписано за затуманивание рассудка и запятнание чести посредством клеветы Таким образом, установленные Всевышним шариатские наказания делятся на эти три категории, а искупление также делится на три категории Освобождение рабов — это наивысшая категория, кормление бедных и пост И Всевышний Аллах разделил грехи на три категории Первая — грехи, за которые шариатом установлено определенное наказание и не предписано искупление Достаточно применения установленного шариатом наказания Вторая — грехи, за которые не установлено определенное наказание, однако предписано искупление К этой категории относятся вступление в половую близость днем в Рамадан, вступление в половую близость в состоянии и храма, развод зыхар, непредумышленное убийство, нарушение клятвы и так далее. Третье — грехи, за которые не установлено определенное наказание и не предписано искупление. Они бывают двух видов. Первый вид — действия, к совершению которых человек испытывает естественное отвращение. Сюда относятся поедание экскрементов, употребление в пищу мочи и крови. Вид второй — действия, вред от которых меньше вреда от действий, за совершение которых установлено определенное наказание. Сюда относятся взгляд, поцелуй, прикосновение, разговор, кража фельса и другие подобные действия. Предписывается искупление трех категорий действий. Первое — изначально разрешенные, но потом ставшие запретными и совершенные человеком именно в то время, когда они были запретными. Например, вступление в половую близость в состоянии храма, а также днем во время поста. Сюда же относятся вступление в половую близость с женщиной в период менструации или после родового кровотечения. Но сюда не относятся, например, изначально запретное половое сношение в анус. Поэтому неправомерно приравнивание некоторыми учеными такого сношения к половой близости в период менструации, поскольку оно не бывает разрешенным ни в какой период, подобному же ложству и употреблению опьяняющих напитков. Второе — обет, данный Аллаху или клятва Аллахом, или то, что запретил себе человек, поклявшись Аллахом, а потом пожелал сделать его разрешенным через искупление, назвав его дозволением. При этом искупление не стирает попрание святости имени Аллаха посредством нарушения клятвы, как считают некоторые ученые, поскольку нарушение клятвы может быть и обязательным, может быть желательным, а может быть разрешенным. Искупление же является освобождением человека от данного им обещания. Третье — то, посредством чего исправляется упущение, сделанное в прошлом. Например, искупление непредумышленного убийства, даже в случае, когда действие не является грехом. Сюда же относится искупление охоты, осуществленной по ошибке. Все это относится к области восполнения упущений. Первая категория — это предостережение и удержание. Вторая категория — дозволение того, что обещание сделало запретным. Установленное шариатом наказание — хад, и воспитательное наказание — тазир, не применяются вместе. Если за преступление шариатом установлено определенное наказание — хад, то ограничиваются его применением. В противном случае ограничиваются воспитательным наказанием — тазир. Человека не подвергают и шариатскому, и воспитательному наказанию. Также не может совмещаться применение установленного наказания и требование искупления. Грехи, в отношении которых шариатом установлено определенное наказание, не требуют искупления, кафара. А в отношении грехов, которые предписаны искупать, не предписано определенное наказание. Бывает ли такое, что за грех человек подвергается воспитательному наказанию, и от него одновременно требуется искупление? По этому вопросу у ученых есть два мнения. Это как вступление в половую близость в состоянии храма и во время поста, а также вступление в половую близость с женщиной в период менструации, если мы скажем, что совершающий эти действия обязан искупить их. Одни сказали, что обязательно подвергнуть человека воспитательному наказанию за нарушение запрета посредством совершения преступления. Другие сказали, что воспитательное наказание не требуется, и достаточно искупления, потому что посредством искупления восполняется упущенное и стирается совершенный грех. Наказание, постигающее сердце. Наказание, предопределенное Аллахом, делится на две категории. Одна затрагивает сердца и души, вторая — тела и имущества. Наказания, затрагивающие сердца, бывают двух видов. Вид первый — страдание, испытываемое сердцем. Вид второй — лишение сердца того, в чем жизнь и благо для него. Когда оно лишается этого, к нему приходит нечто противоположное. Наказание, постигающее сердце, самое суровое из двух наказаний. И оно — основа для телесных наказаний. Это наказание усиливается и увеличивается, и идет от сердца к телу, подобно тому, как боль, испытываемая телом, идет к сердцу. Когда душа покидает тело, то приговор остается связанным с ней. Вот тогда проявляется наказание сердца. Оно становится очевидным и явным. Оно именуется мучениями в могиле, и его отношение к промежуточному миру, барзах, подобно отношению телесного наказания к миру этому. Наказание, постигающее тело Наказание, постигающее тело, бывают двух видов. Один осуществляется в этом мире, второй — в мире вечном. Тяжесть этого наказания зависит от тяжести последствий, которые повлекло за собой преступление. Ни в этом мире, ни в мире вечном нет зла, за исключением грехов и наказания за них. Злом называется как раз все это. В основе же своей это исходит от зла души и скверных деяний. Это две основы, от которых пророк, мир ему и благословение Аллаха, просил защиты у Аллаха в своей проповеди, говоря, мы просим у Аллаха защиты от зла наших душ и от наших скверных деяний. Передали от Тирмези, Ибамаджа, Аннасаи, Абу Дауд. Скверные деяния происходят от зла души. Таким образом, все зло проистекает от зла души, ибо поистине скверные деяния представляют собой ответвления и плоды этого зла. Ученые разошлись во мнениях относительно смысла слов и от наших скверных деяний, означают ли они, что мы просим защиты от скверных из числа наших деяний, или же подразумевается от скверных следствий наших деяний, то есть от наказаний, которые представляются нам злом. В последнем случае смысл таков, от наказания за наши деяния, кажущегося нам скверным. Правильным представляется первое мнение, поскольку оно предполагает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, просил защиты от всего зла, ибо поистине зло души предполагает скверные деяния. Они же предполагают скверные наказания, и упомянув о зле душ, он как будто указал на предполагаемые этим злом отвратительные деяния. Он ограничился упоминанием об этом зле, поскольку оно — основа этих деяний. Затем он упомянул о пределе и конечной цели зла, о скверных деяниях раба Аллаха, которые несут ему зло в виде наказаний и страданий. Таким образом, это испрашивание защиты распространяется на основу зла, ответвление его, предел его и следствие его. «Ангелы, обращаясь ко Всевышнему Аллаху с мольбой за верующих, говорят в том числе, защити их от грехов, ведь только тот, кого ты защитишь в тот день от грехов, будет помилован тобой». Сура прощающий, аят 9. Таким образом, сюда входит и спрашивание защиты для них от скверных деяний и наказания за них, которые представляются злом тому, кого постигают. Поистине, когда Всевышний Аллах избавляет их от скверных деяний, он тем самым избавляет их и от скверного воздаяния за них. Хотя его слова, «Ведь только тот, кого ты защитишь в тот день от грехов, будет помилован тобой», в большей степени относятся к наказаниям за деяния, от которых и требуется защита. Кто-то может сказать, мол, они просят Всевышнего избавить их от наказания в огне, а это предполагает избавление от скверных наказаний. Это свидетельствует о том, что под тем скверным, от чего они просят защиты, подразумеваются скверные деяния. И мольба ангелов подобна мольбе пророка, мир ему и благословение Аллаха. И слова «в тот день» не препятствуют такому пониманию, поскольку требуется защита от зла скверных деяний этого дня, а они являются злом сами по себе. Тут можно сказать, что защита от скверных деяний может быть двух видов. Вид первый – защита от совершения этих деяний посредством божественной помощи, так что человек воздерживается от совершения этих деяний. Вид второй – защита от воздаяния за эти скверные деяния посредством прощения, так что человек не подвергается наказанию за эти деяния. Аят подразумевает и спрашивание обоих видов защиты. Задумайся же о том, как в аяте восхваляются ангелы за их веру, добрые дела и благодеяния по отношению к верующим посредством испрашивания прощения для них. Своё испрашивание прощения для верующих они предваряют приближением ко Всевышнему Аллаху посредством упоминания о необъятности его знания и его милости. Подразумеваются слова Всевышнего, «Те, которые несут трон и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в него и просят прощения для верующих. Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием, прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путём, и защити их от мучений в аду». Сура прощающий, аят седьмой. Необъятность знания его предполагает и его знания об их грехах и причинах их совершения, и о слабости людей, исключающей непогрешимость, и о том, как одолевает их враг их, а также их собственные души, страсти и натура, и о том, как приукрашен для них мир этот с его благами. Он знал о них всё, когда сотворил их из земли и когда они были зародышами в утробах матерей. И он знал изначально, что они непременно будут ослушиваться его, и он любит снисходительность и прощение. Есть и другие проявления необъятности его знания, подобного которому нет ни у кого. А необъятность милости его предполагает, что он не погубит никого из верующих в него, признающих его единственность и любящих его, ибо поистине его милость необъятна. И никто не выходит за пределы милости его, кроме злосчастных, и нет никого более злосчастного, чем тот, на кого не распространяется его милость, объемлющая всякую вещь. Далее они просят его простить кающихся, которые следуют его путем, путем, ведущим к нему, который представляет собой знание о нем, любовь к нему и покорность ему, и раскаялись в том, что ненавистно ему, и последовали путем, который он любит. В аяте говорится, прости же тех, которые раскаялись и последовали твоим путем, и защити их от мучений в аду. «Господь наш, введи их в сады Эдема, которые ты обещал им, а также праведников из числа их отцов, супруг и потомков. Поистине ты могущественный, мудрый». Сура прощающий, аяты 7, 8. Далее они просят его защитить их от наказания в огне и ввести их и верующих из числа их предков, потомков и супругов в сады Эдема, которые он обещал им. И хотя Всевышний Аллах не нарушает обещаний, он обещал им это за создание определенных причин, в числе которых и мольба, с которой обращаются к нему его ангелы, прося его ввести их в эти сады по милости своей. И они войдут туда по милости его, к проявлениям которой относится и то, что он помог им совершать благие деяния и сделал так, что ангелы обращались к нему с мольбами за них, прося для них попадания в эти сады. Далее Всевышний Аллах сообщает о своих ангелах, что после этой мольбы они говорят «Поистине ты могущественный, мудрый». То есть все это происходит от совершенства твоего могущества и совершенства твоего знания. Величие – совершенство могущества. Мудрость – совершенство знания. Посредством этих двух качеств Всевышний Аллах вершит, что пожелает, повелевает и запрещает, вознаграждает и карает. Эти два качества – источники сотворения и повеления. Таким образом, наказания за скверные деяния подразделяются на наказания, установленные шариатом, и наказания, предопределенные Аллахом, и затрагивают они либо сердце, либо тело, либо и то, и другое. Бывают наказания, постигающие людей в промежуточном мире, барзах. Будут наказания и в день воскрешения тел. Грех не остается безнаказанным. Однако порой раб Аллаха, по невежеству своему, не осознает, что подвергается наказанию, потому что он подобен пьяному, одурманенному или спящему, который не ощущает боли, и только протрезвев или проснувшись, начинает ощущать ее. Наказание – такое же следствие для грехов, как сжигание для огня, перелом для ломания, утопление для воды, порча тела для яда и болезни для причин их вызывающих. Иногда грех приносит человеку вред сразу, а иногда это происходит спустя какое-то время, срок может быть коротким, а может быть длинным. Подобно тому, как болезнь иногда возникает спустя какое-то время после возникновения ее причины, а иногда начинает развиваться почти одновременно с ее возникновением. Вот здесь люди часто допускают ошибку. Человек совершает грех, но не видит наказания сразу после совершения этого греха, и не понимает, что грех оказывает свое воздействие на его жизнь постепенно, подобно тому, как яд воздействует на организм постепенно. Если отравленный не спешит воспользоваться лекарствами, не извергнет принятый яд и не станет воздерживаться от всего, что способно навредить ему в этом состоянии, то он погибнет. Так случается, если человек совершил всего лишь один грех и не принял меры для устранения его возможных последствий. А что говорить о множестве грехов, которые накладываются друг на друга каждый день, каждый час? Аллах тот, кого просят о помощи.